Сейчас детальнее эту тему будем продолжать с Юрием Игнатом, это спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Давайте в самом начале обратимся к Харьковскому направлению, рассмотрим ситуацию в Харьковской области. В городе Изюм Харьковской области российские военнослужащие, убегая от наступления вооруженных сил Украины, прямо-таки бросили арсеналы боеприпасов. Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь управления службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдулла. Я не буду цитировать все, сейчас можно увидеть фотографии, фото боеприпасов на экранах. Что же написал Абдулла? Российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать и обязательно используем по назначению против врага. Это конец цитаты. А сейчас, собственно, вопрос серьезный. Вот сейчас прямо видим, что это серьезные достаточно склады боеприпасов. И означает ли это, что российские военнослужащие не ожидали такого стремительного контрнаступления украинских вооруженных сил, что после себя оставляют целые арсеналы? И мы видели также видео и фото техники, которую бросают после себя российские оккупанты. Ну, очевидно, что эти товарищи, скажем так, они действительно слишком быстро убегали. Все, что могли самое ценное забрать с собой, они забрали. То, что не ездит, я имею в виду технику, то, что унести нельзя. Ну, по крайней мере, можно было уничтожить. Так что не досталось нам, как их противникам. Но этого и этого с делом у меня не было, потому что очевидно, что все успехом происходило. И даже есть уже много в сети видеоматериалов, где даже личные вещи оккупантов, разные фотографии, там, любимых людей своих тоже, кошельки, карточки, все было брошено. Поэтому, действительно, это говорит о том, что стремительно бежали. Бежали и спасибо, что оставили нам много добра, которым, я имею в виду вооружение, которым мы сможем активно противодействовать и выгонять их с нашей земли. Известная шутка, что это ленд-лист от российской армии. На самом деле, действительно, тут мы видим в действии, как украинское качество побеждает российское количество. Потому что мне кажется, что это выглядит так, что они бежали в такой панике, что, возможно, даже не подумали о том, что можно уничтожить то, что они оставили, чтобы, как говорится, ВСУ не досталось. И вообще, вот есть такое мнение, его высказал министр обороны Великобритании Бен Воллес, что Россия за шесть месяцев полномасштабной войны против Украины не достигла ни одной из своих стратегических целей. Даже если были какие-то намеки, то вооруженные силы Украины со временем, конечно же, все это отбивали. Так вот, он еще говорит о том, что потери вот этой техники, которую мы сейчас наблюдаем, этот такой себе ленд-лист, и, собственно, самих солдат, окажут долгосрочное влияние также на обороноспособность России еще и в будущем. И вот это очень интересная тема. Получается, что мы же понимаем, что мы должны, украинская армия обязательно должна победить, разгромить российскую армию на поле боя для того, чтобы неповадно было. И вот получается, российские военные сами же в этом несколько так и помогают, потому что они сейчас делают все для того, чтобы у них не было шансов в ближайшее время даже задумываться, проявлять агрессию на какие-то соседние страны. Ну да, но, к сожалению, на складах у России этого добра достаточно. Звук возвращается. Мы вас слышим отлично. Да. О, и я вас тоже теперь. На складах много. Я хочу напомнить, сколько в Украине было складов, сколько они не взрывались так под воздействием каких-то факторов, либо диверсантов, либо какой-то пожарной безопасности. В Украине вы же помните, сколько было тоже инцидентов. И вместе с тем, что это происходило, все равно вооружение у нас достаточно и для противостояния на протяжении вот этих всех годов этого конфликта, 2014 года. Но можно себе представить, сколько и в России этого вооружения есть. Ну, мы, безусловно, все, вооруженные СИДы будут использовать боеприпасы, особенно, которые оставил враг. Но использовать по назначению. Но переход нашей армии на определенно качественные образцы военной техники, это артиллерия, танки и все остальное, безусловно, будет. Ну, возможно, наш танк-атлот, который является из лучших в мире, действительно займет свое место в украинской армии не в единичных экземплярах, а вот именно массовая атака, возможно, и другая техника, которую нам предоставит наша оборонная промышленность. Но вместе с тем мы перешли уже, приходим, вернее, потихоньку на натовские калибры. Это касается как стрелкового вооружения, и будет касаться и тяжелой техники. Ну, и апогея всего будут, соответственно, истребители западных образцов, хорошая современная техника, без которой наше государство не может обойтись, так как мы одна из самых больших стран Европы. Кстати, непосредственно вам адресный вопрос по поводу самолетов, истребителей, которые мы можем увидеть. Когда есть шанс увидеть, например, я сейчас пофантазирую, например, F-16, да, ну, либо переоборудованные МИГи, которые будут уже работать непосредственно по российским оккупантам, когда мы увидим наших асов за штурвалами этих самолетов? Ну, МИГи особо не переоборудуешь так. Сегодня наносятся удары противорадиолокационными ракетами, ХАРМ, так, по средствах твоего противника на разных направлениях. Это практически каждый день происходит. Уже работают американские ракеты с наших самолетов. Но переоборудовать МИГ по качественному образцу, по стандартам, это фактически всего его переделать, чтобы он хоть как-то соответствовал тому оружию. Эффективность его была не хуже, чем у российских Су-35, Су-30 и так далее. Стоимость такого переоборудования старого советского самолета в Израиле стоит около 40 миллионов долларов. Поэтому нет никакого смысла на сегодняшний день заниматься этими вещами. Тем более это займет очень большое количество времени. И в любом случае планер самолетов придется вскоре менять. Он будет разрушаться под физическими воздействиями. От старости, скажем прямо. Поэтому путь определен. Путь будет на поэтапное замещение техники, на которой сегодня воюют наши летчики. Это истребители, и бомбардировщики, и штурмовики. Видение руководства воздушных сил и вооруженных сил государства. Это все-таки многоцелевой самолет, который будет иметь возможность пылить как по воздушным целям, так и по наземным, по крылатым ракетам БПЛА, по разным типам целей. Это многоцелевой самолет, несколько бригад, в которых мы могли бы существенно влиять, усилить нашу оборудование. Вот мне интересно анализировать со временем, как меняется настроение и в российских СМИ, и, конечно же, в российских пабликах. И вот есть такое издание, проект, они, ссылаясь на высокопоставленного собеседника, чьи имя, конечно же, и не называют, говорят о том, что большинство сотрудников правительства и Кремля ничего не знали о планах Владимира Путина начать полноценные боевые действия. И даже высокие начальники не успели составить план действий. И этим они аргументируют, почему же российская армия так несколько странно и хаотично себя ведет, и действительно ни одной цели до сих пор не достигла и ничего особенного не добилась. Как вы считаете, такое вообще реально, такое может быть? — Определенно, но Россию же, как говорят, умом Россию не понять. Все возможно, возможно, и деньги они не успели вывезти из западных стран, и продать виллы, катера и так дальше, потому что на это нужно, там же в демократическом обществе есть процедура целая, чтобы заплатить налог и так дальше. Поэтому, да, возможно, для многих стало действительно неожиданностью такое вероломбное нападение на братский, как они говорили, народ, от которого они же и вышли, там, европейская часть России. Да и не только. Украинцев много, на самом деле, ассимилированных на территории нашего соседа. Поэтому дикость и упорство, и бесчеловечность, присущие кремлевскому диктатору, это просто не поддается никаким рассуждениям и здравому смыслу. Тут комментировать даже не очень. — Перестарались с конспирацией? Действительно, с самого начала все не было должным образом спланировано? — Ну, вы же знаете, даже в Украине мы, да, опасались и военные, и руководство страны, может, больше знают так разведки. Но никто не был готов к такому. Да, ждали, возможно, какого-то обострения там на Донбассе, где-то, может быть, Луганская, Донецкая областная. Никто не думал, что будет действительно по всей территории нашей страны такое нападение. — Контракт в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» российские СМИ писали о том, что якобы в рамках нового контракта было заказано 30 истребителей Су-35. Вместо этого, по сути, Су-35С было поставлено за 2021 год 5, и теперь еще 3. Легкая математика получается 8, но никак не 30. — Не только в самолетах дело, там же дело в БПЛА. — Да, если вы откроете обычные ресурсы в Википедию, посмотрите, сколько у них беспилотных летальных аппаратов. От самых маленьких до самых больших и самых ударных. Ну там и «Орион», и «Форпост», и так дальше. Но они почему-то пошли в Иран, в Иран с протянутой рукой, дайте нам беспилотники, потому что у нас украинская армия уже около тысячи уничтожила, и уничтожили это от более разведывательных техник. Они просят ударные машины, и то сомнительного качества, потому что неизвестно, как Иран в условиях санкций смог сделать эти машины, насколько они будут эффективными на фронте. То есть тоже касается и самолета. Самолет — это самое технологическое оружие, которое сегодня есть на вооружении всех стран, поэтому и так трудно его нам, скажем так, поставлять. Не только самолетом, самолетом единым, там же и обслуживание, инфраструктура нужна и так далее. Вот то, что в России, это дорогущее во-первых вооружение. Один самолет стоит Су-34, скажем, около 50 миллионов долларов. И сейчас, если страны, которые объявили санкции России, это все продвинутые страны мира, которые поставляли технологии для этих самолетов, для высокотехнологических ракет, которые, кстати, вчера сбили 9 из 12, это ракета Х-101. 13 миллионов долларов стоит одна ракета, «Калибр» — около 6 миллионов долларов. В них все напичкано западными технологиями, то есть чипы, микросхемы, платы, все Россия закупала. Поэтому сейчас контроль за санкциями необходим, очень серьезный, чтобы они не смогли. И они и так, видите, обманывают, так, в поставках, переносят на следующий год, на следующий, это печально у вас вопрос, делают столько, сколько могут. Безусловно, они бы делали, если бы могли, больше. Но теперь контроль, еще раз контроль за санкциями, чтобы ни путем контрабанды, ни путем обмана через третьи страны, чтобы они не могли пополнять свое вооружение и познали, что такое русское... Ну, если автомат Калашникова украден, то все остальное тоже определенно крадено. Да, очень важную тему вы затронули, этот контроль мы периодически обсуждаем в эфире. Это действительно очень важно. Да, что-то мне подсказывает, что кто-то что-то, видимо, украл. Юрий, будем благодарить вас за участие в нашем эфире. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, только что был с нами.